Минус 7 килограммов за 7 дней на фасолевой диете. Прежде чем вы узнаете, как фасоль может помочь обрести стройность, хочется искренне поблагодарить всех зрителей нашего канала за поддержку. А тем, кто смотрит нас впервые, напоминаем, друзья, не забывайте подписываться на канал, так вы не пропустите выхода новых познавательных видеороликов. Фасоль – ценный источник растительного белка, который легко усваивается нашим организмом и способен полностью заменить мясо. Поэтому диета, основой которой является эта представительница семейства бобовых, не заставит вас испытывать постоянный голод, но при этом позволит всего за одну неделю избавиться от семи лишних килограммов, улучшить обмен веществ, а также снизить уровень сахара и холестерина в крови. Первый день. Начните утро с тоста из цельнозернового хлеба с небольшим кусочком сыра и стакана кефира или сметаны с пониженным содержанием жира. На второй завтрак можно съесть любой фрукт или небольшую горсть сухофруктов. На обед и ужин приготовьте по 100 граммов отварной или консервированной фасоли и по средней порции салата и свежих овощей с растительным маслом. Напитки – чай без сахара или стакан свежевыжатого фруктового или овощного сока. Второй день. На первый завтрак разрешено съесть нежирный йогурт или 100 граммов творога со сметаной с пониженным содержанием жира. Из напитков – несладкий чай или кофе без молока. Второй завтрак – горсть сухофруктов или салаты свежих фруктов и ягод. Во время обеда съешьте 100 граммов отварной или консервированной фасоли, салат из квашеной капусты, который предлагается запить стаканом чая без сахара. На ужин приготовьте 100 граммов отварной или тушеной рыбы и 100 граммов фасоли. Напитки – несладкий чай или натуральный свежевыжатый сок. Третий день. Утром и днем повторите меню первого дня диеты. Поужинайте 100 граммами отварной или консервированной фасоли и салатом из свежих овощей. Из напитков разрешен стакан томатного сока. Четвертый день. Для первого приема пищи выбирайте либо творог, либо сметану с низким содержанием жира. Порция не должна превышать 100 граммов. Запейте завтрак стаканом чая без сахара. Во время второго завтрака съешьте 100-150 граммов свежих ягод. Обед – 100 граммов фасоли и фруктовый салат, заправленный натуральным йогуртом. На ужин отварите или запеките 100 граммов нежирного мяса. В качестве гарнира возьмите 50 граммов отварного риса. Из напитков несладкий чай или свежевыжатый сок. Пятый день. Завтрак – 100 граммов йогурта, сметаны или творога с пониженным содержанием жира и чашечка кофе без сахара и молока. На второй завтрак можно выбрать ягоды, фрукты или сухофрукты. В обед съешьте 100 граммов фасоли, салат из квашеной капусты или свежих овощей и выпейте стакан овощного или фруктового сока. Вечером отварите в кожуре две средние картофелины и добавьте к ним 100 граммов фасоли и салат из овощей. Из напитков разрешен томатный сок. Шестой день. Утром съешьте тост из цельнозернового хлеба с небольшим кусочком сыра и выпейте чай без сахара. Второй завтрак – 100 граммов обезжиренного кефира или сметаны с жирностью не выше 10%. На обед приготовьте 100 граммов фасоли, салаты свежих овощей и стакан натурального свежевыжатого сока. На ужин 150 граммов отварной или консервированной фасоли, а на десерт можно взять любые фрукты, кроме бананов. Седьмой день. Первый завтрак должен состоять из нежирного творога или йогурта, а также чая или кофе без добавления сахара. Для второго завтрака возьмите свежие ягоды или фрукты. В обед съешьте салаты свежих овощей, заправленные оливковым маслом и 100 граммов отварной фасоли. Для ужина приготовьте небольшую порцию овощного супа, 100 граммов фасоли и свежевыжатый сок из двух апельсинов. Только имейте в виду, даже если вам будет очень комфортно худеть на этой диете, не стоит придерживаться ее более семи дней, ведь это монодиета, она не может обеспечить организм всеми необходимыми полезными веществами. Лучше повторить ее через 1-2 месяца. Кроме того, фасолевая диета противопоказана людям с индивидуальной непереносимостью бобовых, а также страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Поделитесь в комментариях своим мнением об этой диете и результатами от ее применения, если вы уже пробовали сбросить вес при помощи такого рациона питания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте колокольчик, ведь мы готовим для вас новые интересные и полезные видео, которые помогут сохранить красоту и здоровье.